тут растяжка нужна не торопимся крепко держим сейчас понадобится ближе к этой держитесь смотрите какая красота неземная вы любите подарочки да я кстати дарить люблю и принимать тоже люблю даже что больше когда даришь и понимаешь что человеку приятно то это такое двойное какое-то удовольствие как бы как как будто сам себе что-то делает приятные еще и кому-то я знаю что у вас с поэтами сложные взаимоотношения вы говорите что поэт вгоняет в определенные рамки в свой ритм свою какую-то сетку словесную но вот что бродского и ахматова вы принимаете абсолютно да сейчас на дворе 2023 у меня есть сборник анны андреевны ахматовой 23 года ухты 100 летней давности это первый мой подарочек спасибо большое называется белая стая сибу у 23 год обалдеть ничего себе прям оригинально двадцать этого года книжка да спасибо представляете это же гумилёву стреляли уже все это прошло вот сам тот факт что есть 100 лет хотелось вас поражать бесценный подарок спасибо большое наталья ну я рада тогда следующий подарок и я подумала что у вас есть за что сказать такой комплимент меня периодически критикуют и так злобно достаточно в интервью что я вот там стремлюсь понравится там еще что-то на самом деле я когда испытываю искреннее восхищение и восторг особенно вот как какой-то творческой волне меня не интересует частная жизнь вот пеленки там эти все желтые прессы меня интересует именно творчество и в процессе беседы это вы поймете я испытываю этот восторг к разным качествам разных людей у вас есть одно качество которыми скажу и с чем связан мой маленький подарок и не да такая вот подводочка до меня это очень восхищает вы можете быть скромны и у вас вот второй образ такой вообще незаметный вы в трамвае ездите и по улицам ходите и в магазине вас фанаты не узнают и в общем маньяки которые к вам приходят домой признаваться в любви и носят всякие сумасшедшие тетради и они встретив вас парадные без вот этого какого-то антуража они проходят мимо такая черта не просто умение быть незаметной а вот эта красота и естественность потому что очень часто звездности на такую пыль дает к сожалению как я выяснила анализе анализировала некоторое время там почему я боюсь цены я боюсь публики зрителей такого что вышло моего коллеги филипп киркоров он выходит он кайфует его смотрит он тащит в хорошем смысле от этого суд для амет чем меньше меня чем меньше петь там чем меньше расстояние находится меньше в центре внимания быть тем не легче и поэтому наверное вот это вот качество уметь как-то мимикрироваться под окружающими и не выделяться это очень меня спасает том что если бы я все понимал смею узнают как это какие-то даже не вопрос не знаю какие-то не знаю знаки внимания мне бы это наверное очень так утомляло и я заметила у вас еще вот это качество перетекающие в другое вы тот редкий человек в шоу-бизнесе у которого практически нет врагов недоброжелателей но может надеюсь отдельный упыри там не в счет но таких когда вот дай бог у здоровья пишут там какой-то гадость такой хейт какой-то конкретный до детализированный ну понятно что там пару раз что вы крикнули на стадионе но это не то чуть-чуть такие спонтанные истерические реакции я думаю что в этот человек я так чувствую которого есть внутренняя доброта и чувство безопасности то есть не показная вот снаружи а внутренняя доброта наверно и мягкости когда люди рядом с вами чувствуют себя безопасно то есть вы не приходите так я буланова пальцы кинула зашла дверь ногой открыла а вы так вот к людям по-простому поэтому мне второй подарочек такой вот это аметист он ты это же мой камень потому что я же рыба он растет друзами внутри а вот снаружи видите у него это не краска вот переверните на другую сторону там такой вот это вот камень валяющийся на поверхности обалдеть там внутри аметист а вот когда его распиливаешь а там внутри вот такое мне кажется что вот вы очень похоже кстати да снаружи вроде такое неприметное такое потом открываешь а там алмазы действительно кстати очень похоже мне кажется на мой характер у меня есть вот такие две закладки для книг это билеты мавроди почему я взяла это настоящий реальный билет я их купила на удельном рынке у бабушки которая надеялась разбогатеть но не получилось я считаю этого человека очень неординарным и очень креативным и он реально мега мозг но просто один попер против государства и в общем немного не получилось ну там 75 самосвалов денег я хочу пожелать чтобы в вашей жизни наступил период полного такого благоденствия полное закрытие всех вообще всех кредитов вопросов и вот ощущение такое абсолютного благополучия дай бог спасибо это мелочь а вот теперь вот то что мне особенно трубы что здесь я хочу чтобы открыли но я расскажу пока что вот я положила туда монеты но необычные вот там есть три монеты до из моей коллекции монет пятак екатерины второй это вот он надо это его прикладывали колбу когда синяки медь это настоящая медь екатерина 2 когда пришла к власти казну все разворовали ничего у нее не было она решила тупо взять много меди и нарубать вот таких пятаков много-много подвод и были разные монетные дворы которые печатали а еще есть интересная связанная с медью вещь в те времена что люди делали они терли на терке пятачок терли на терке мелкой получался такая медная пыль и заваривали кипятком в кружке если например желудочное кровотечение человек выпивал вот этот получался купорос и останавливалась кровь интересно очень вторая монетка это половина доллара 1942 года 50 центов написать так как я люблю эти старые вещи все такие вот с истории старинные значит там написано liberty свобода в высшем смысле слова liberty я хочу чтобы у вас была свободы умиротворения серебряные ионы не дают воде стухнуть поэтому если в графе с водой бросить серебряные серебряную монетку тоже вот и одна моя любимая монетка это одна вторая копейки вот это одна вторая копейка меня очень потрясло сам факт существования что есть пол копейки еще есть четвертушка есть редкая монетка восьмушка на восьмушку мне добыть не удалось зрение подводит там так и написано 1 2 копейки тоже чистая медь ее можно положить в кошелек чтобы я не суеверно но я считаю а я верю в это чтобы девушка мысли чтобы все долги в два раза в два раза два раза на и летает спасибо большое и когда вы захотите купить что-нибудь ненужное вы вспомнили бы что начало копейки нужно купить что пол копейки тоже рубль бережет спасибо вот а здесь есть еще один подарочек это я купила в египте поэтому такого не будет ни у кого там один ювелир делает необычные украшения ой как красиво нравится ли вам такое удалось ли мне вас порадовать очень красиво очень красиво спасибо духи просто но я не знаю надеюсь вам понравится и действительно эйфория байбуланова это моя подруга делает аромат упасы не опросил а я знаю да что вы пускаете духи спасибо огромное а как пришла в голову идея прям очень достойный запах такой спасибо что туда входит как вам пришла не искать я не специалист просто есть подруга такая зовут и теона она грузинка тиона гангазы она парфюмер она делала много ароматов каких-то не спадут они давай такую коллаборацию с тобой сделаем вот как как чтобы ты хотела и первым выпуском она как-то мы как с ней встретились я примерно рассказала какими ароматы нравится она реально подобрала сделала вот тот аромат который который мне был любимым и вот повторил их а вы кин эстетик вот чувствуете запахи прикосновения трудно сказать вообще как бы я отношусь к выразить по знакам рыб и говорят что рыбы это ну как не говорят атака есть одна рыбка в одну сторону другая в другую и я знаю что иногда нужно по течению плыть просто так вот расслабиться и тебя в течение вывести туда куда нужно а бывает что нужно бороться но мне сейчас чаще получается по течению то что я такой не борец внутри хотя кто знает чаще наверняки визуал я честно говоря даже массаж не очень люблю потому что хотя сейчас стала больше любить а раньше мне нравится когда ноги массировали потому что вот в супе это опять же я читала насколько это верно что каждому знаку соответствует часть тела вот рыба это 12 дом в астрологическом понятии как назвать правильно 12 дом это самая нижняя часть это вот именно ступни а вот вы в одном интервью сказали что у каждого человека есть такая тонкая материя своя конечно то есть не просто физический план а вот можете пару слов о тонкой материи о том верите ли вы например в глаз какие-то вот дурные влияния или наоборот было ли у вас такое как вы чистите условно говоря там вашу ауру энергетику я верю и я понимаю что я мужчина кто-то подумал сейчас какую-то говорю но дело в том что существует вот идет материи тонкие аура существует почему с одним человеком приятно находиться даже я могу сказать такой момент что можно не влюбиться в человека но там допустим сексуальные какие-то отношения они вызывают какой-то восторг ну причем ты че-то не любишь но он прикасается к тебе и вот я прям прошибает это все потому что вот мы же животные поэтому я не знаю что это там в запахе какие-то феромоны выделяют в организм в определенном какой-то момент могу назвать нужно как угодно но я в это верю что вот есть какой-то вот аура какая-то тонкая материя эмоции я как-то училась держит себе и вообще к сожалению я пришла к выводу что я интроверт а это для моей профессии это ужасно то что каждый раз выходя на сцену мне нужно себя перебарывать настраивать бороться с собой с какими-то вот эмоциями таки могут не подходящими для моего там выступление сегодняшнем поэтому к сожалению вот так вот а что нужно сделать чтобы вас вывести из себя можете ли вы закричать например ну я могу конечно такое и ругнуться могу и прикрыть но это все наверное когда человек методично методично вот так вот как-то начинает как-то меня просто капать на мозг там ну если честно то если это происходит то я стараюсь делать непрелюдно ни в коем случае допустим ну там директор или там чек скажу работу администратор уже много лет я никогда в жизни не буду при прям при ком-то поставить его на место то есть вы человек тактичный сделать так тишина да я понимаю что я мне то что я там прикрыгнула и пошла дальше а для него это по ну травма на всю жизнь может быть тем более при ком-то еще при публике при свидетелях так скажем но я считаю недопустимо вообще чем ты наверное там выше по статус или чем-то популярен и кем ты должен наверное за собой больше следить вот почему я кстати я в принципе за монархию почему потому что я вот против того как говорила ты ли на самом деле нет что кухарка может управлять государством я не согласна с этим государством может управлять чек который к этому его готовили всю жизнь поэтому я считаю что когда была монархи это было хорошо а вы человек больше спонтанные или вот у вас запланировано пишите ли вы какие-то с цели со сроками структурирует или у вас вот вы человек настроение считать что письменно планировать не надо я конечно пытаюсь планировать внутри у меня в телефоне заметках я как каждый день поэтому вот мы с вами договорились на сегодняшний день все я уже знаю что весь день занят но только с того что медовухи отравилась ли что-то еще какие-то форс-мажорные обстоятельства а так то есть в принципе если этот день я уже наметила я наметила все у меня уже не собьешь там даже такие моменты бывали что допустим какой-то ну я о чем-то заговорилась и вдруг мне очень выгодное предложение поступило по работе я все равно откажусь что я уже дала согласие и этот чек там или нет организации с которой я договорился раньше я уже туда приеду неважно потеряю деньги при этом но это называется порядочность здесь порядок определенных вот и тогда я как бы ну а если говорить о планах то ну планы докажешь я пишу какие-то ну опять же собруса не забыть чтобы никого не подвести но как как сейчас понимаю уже часто бываешь и спонтанно какой-то бац и причем я ленивая очень это ужасно очень ответственный но вот эта ответственность она как бы слава богу перевешивать мою лень пусть если бы не ответственность я вообще надо после жалобы ничего не делала ничего не охота я поэтому кстати instagram не веду или там какие-то соцсети настроение я выложила там какой-то прикольная фотография с котом утром там его запираем на ночь на кухне часто бывает а он такой свободолюбивый хотят станет зовут кота масик ему 18 лет это веслоухий британец нет он правильно сказать скоттишь фолд шотландец и с утра на сейчас 6 утра уже начать орать мы его закрываем на кухне и даже через кухню две двери кухня спальня кухня прихожая спальня его слышно все равно почему ваши аккаунты вы называете бусля слушайте это вообще непонятная история с чем это связано и вообще вот появление вот этого слова после это было 2005 год неологизм такой но это наверное как бы созвучно с моей фамилии короче говоря у нас была компания вместе тогда был еще будущем и второй муж и его друзья девушки там таня и елена и вот мы линусик танюсик я тоже танюсик и танечка стали путаться и кто-то предложил давай ты гуси будешь типа буланова бусы почему гуси я не знаю мы молча к вообще это не нравится дурацкое слово но как-то уже так не привык на почему не знаю и так что-то буфе во первых она необычная то есть даже буланова есть какие-то там однофамильцы или там какие-то похожие а бусы штучни кого вряд ли хотя сейчас я смотрю много фанов которые берут бусы туру ну пусть и фантом допустим да и после афиш да 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 будет они вы но они все копируют да 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 за вами следует вот это знаете как тоже закон сохранить и как это сообщение там сосудов природе я совершенно не активно в этом плане но меня зато слава богу такие поклонники которые за меня выкладывать это фотографии в своих аккаунтах я часто очень вижу какие-то фотографии видеозаписи которые давно уже не смотрел или вообще никто даже просто не видела ни разу и песни какие-то же выкладывают ну так приятно очень что они находятся да да это здорово вы себя хорошо знаете хорошо себя изучили ну в общем да вот если вот так руки пальчики от себя спрятать какой вас палец длиннее указательный или безымянный или одинаково указательный средний длине безымянный давайте посмотрим а как поставить так получается что почти 1 1 наказать и не больше даже указать указательный точно указайте вы себя не очень хорошо изучить на что это означает что указать но у всех по-разному вообще у женщин в 90 процентах случаев длиннее указательный палец у некоторых людей на разных руках разная длина ждет на налево у меня длиннее помочь на правой вот а мужская ладонь классическая скроена так что безымянный длиннее и вот когда у женщин например безымянный длиннее это такая вот мужская нотка в характере лидерство стержень некоторые другие проявления вот так вот эту даже не знаю как бисексуальность когда одинаковые длины и указательные и безымянные пальцы но не обладает большая часть людей даже не знают вот но я первый раз не привыкли себя рассматривать и не всегда себе что-то новое открывать честно говоря я была уверена такая маленькая я думала я маленькая и одни высок это по дурацкой фотографии неудачно это такое волевое волевая складка ну да какая-то прическа крифе он военные читал подводник это тоже мама вот такие вот умиротворенные черты раньше были да ну да так это какой-то на 32 года это я с первым мужем вот удивительный человек вы умудрились сохранить хорошее отношение да но мы работаем вместе со вторым родился же получилось ну как там дети это дедушка это мое а со вторым не потому не получилось наверно что у вас характера потому что разные сша сферы вы творческая он не за другое у него какая-то обида у первого тоже обида была что я ушла это только я понимаю что обиды наверно ваша инициатива да ну а бога раз как сказать в обоих разах записали да это какой-то так года 75 мне было нет 45 вас да ладно конечно где-то у меня умер все из 45 для 5 это первый муж это мама это брат мы а там все на поползновение есть восстановить как-то отношение со вторым веру от нее нет у него уж я переключил все равно нет как говорят угла главного раз молодой да я знаю я тут сам интересно что-то я никогда не подумал что чек меня на 10 лет моложе и у него столько мужское просто отношение женщин в жизни вообще принципе . какие-то все были такие инфантильные как не доделаны вы 1 еще ничего воспитана второе невоспитаны к тому же все на балкон выйдет так мы пошли на балкон а мама я кстати детство провела литовка 47 а потом на мяковской они жили красиво а самая красивая здесь это татьяна буланова осталось это суета я уже поняла что вы любите центр что загород и природа и тишина для вас кладбища вот это моё просто любимое когда какие-то звуки и тут машины так я никогда не умерла Поговори-ка ты со мной, Гитара синие струнная, А вся душа полна тобой, А ночь такая лунная, Эх, да раз, да еще раз, Да еще много-много-много-много раз, Да еще раз, да еще много-много раз. А в сутки же под эти аккорды, да, это то же самое, Вот на ту же, на те же, те самые, все с холодным желтым. А и креплю во сне я, По времени, по времени, По времени, утро мудренее, Да и утром все не так, Все не так, как надо. То ли пури накачать, То ли пьешь с похмелья Да еще раз, да еще раз, Да еще много-много-много-много-много раз. Как песни вас находят? Находят авторы, и причем, как практика показывает, Чем менее маститый и именитый автор, Чем песня получается интереснее, как-то новее, ярче. Горжусь тем, что я многих вывела в люди, многих композиторов, авторов. Художник должен быть голодным, Когда и голода не в том плане, что не доедай, не хватай денег, Хотя это тоже очень много. Я очень благодарна молодым авторам, особенно неизвестным, Которые не стесняются, не боятся показать свои песни, И, как правило, мне все это нравится. А вот эта история, когда пауз, Пауз – это же громадное везение, это же масштаб, личность, да, какая? Я знаю, вы в Ригу к нему ездили. Да. И он для вас написал 10 песен. Насколько я поняла, вы озвучили две или три? Две. А с чем связано то, что 8 песен такого невероятного композитора до сих пор лежат? А понимаете, тогда, в то время, это был 92-й год, У нас была группа «Летний сад», я еще как артистка, Меня, по-моему, даже никто не знал, Ну, как единицу творческую. И у нас свои песни готовились, И как-то, ну да, здорово, конечно, замечательно, Что мы познакомились с таким гениальным, я считаю, Просто гениальный человек Рамен Пауз. Он как человек гениальный, он просто с таким чувством юмора тонким, Несмотря на свою маститу, он легкий очень в общении, Очень приятный человек. И у нас все равно была параллельно своя работа, Которую мы решили отдать предпочтение. А потом случилось так, что прошло время, И уже как-то актуальность песен пропала. Те песни, которые вы исполнили, Именно хотя это и клеймо великого, можно сказать, маэстро, Они мне показались проходящими для него, Какими-то заурядными, именно с точки зрения музыкальной. Бывает так, вот вы правильно сказали, Что малоизвестный автор делает что-то реально из ряда вон выходящее. Вот Малинину досталась песня, дай бог, да, стихи Евтушенко и музыка Пауза. И там уже как бы вот этот уровень, когда совпало везение, Совпало время, совпало вдохновение, совпал великий текст. Это прям огромное везение, что ему такой алмаз достался. А вам, возможно, не достался алмаз, а достался какой-то, ну, рядовой вариант великого маэстро. Не соглашусь, потому что там, может быть, мы не самые удачные песни выбрали, Хотя я считаю, что «Море» это, по-моему, гениальная песня. Кстати, про «Море», я помню, когда мы приехали второй раз уже, И Ромет Вольдоборович стала играть в своей песне произведения, Там начало было «Та-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та», Такой был вступление, прям «Раскаты моря» были. Он играет, я слушаю, он не поет, он просто играет мелодию, А я смотрю на текст, который стоял на нотную, по-моему, Или просто текст стоял на пипитре, или как она называется его. И я просто, я понимаю, вот эту как бы мелодию, я читаю, И у меня просто слезы, как бы, горло перехватило от слез, Насколько это вот классно, здорово было, красиво. И, к сожалению, совершенно полный был провал с аранжировкой, Потому что аранжировка была «пум-пум-пум». А кто делал аранжировку? Аранжировку, сейчас же фамилию назову, Но там настолько было просто всё «пум-пум-пум», Особенно как и осталось вот. И когда я понял, Коля привёз вот эту «Готовую», Я расплакалась, это обиды, говорю, Коля, вообще не та песня, дурацкая. А вы умеете критиковать? Вот сказать, это не то, это сделано бездарно, Это занижает общий уровень произведения. Конечно, я не буду говорить какие-то слова, Я говорю, мне не нравится. Причём я чаще могу понимать, что на уровне Какого-то восприятия интуитивного, нравится, не нравится всё, А что не нравится, не знаю, не знаю, не нравится. А бывает, что человек не ваш, вот не совпало, да? Ну, не трудно сказать, но я считаю, Я потом помню, когда Робин Паус эту песню мы исполняли в Октябрьском, Там участвовали все звёзды, кроме нас. У нас группа «Ленинсата», только-только мы там год где-то, как узнали, Там Реал Пугачёва, Софера Тару. И я думаю, сейчас покажу Паусу, он скажет, фигня, пускай переделывают. А, нет, вру, вот как раз первый вот этот продюсер, Игорь Попов, Который всё это организовывал вообще, встреча с Паусом, знакомства. Я думаю, покажу ему, а он послушает, мне нравится. Я поняла, что думаю, блин, это провал. Потому что если понравилось заказчику, то он тоже ничего не сделает. Я показала Паусу. Он слушает и говорит, я же вроде бы, Ну, я же показала, как это должно звучать. Потому что она вообще была другая в его исполнении. И вот как она была в аранжировке, это абсолютно песня, ну, просто вообще другого формата. Но я хочу, к чему это вообще говорю? Что к тому, что гениальную песню даже дурацкая аранжировка не убить. Потому что она зазвучала, до сих пор для кого-то она какой-то флагманом. И визитная карточка в моём творчестве. Хотя я так не считаю, что это есть. Ну, прекрасно сказали, это можно прям под титры пустить. Гениальную песню даже бездарной аранжировкой. Да, абсолютно. Если песня гениально удачная и хорошая, то её даже, наверное, плохим исполнением не убьёшь. Она всё равно будет жить. Такой, может быть, немножко вопрос. Наивный, детский, но всё равно. Вот если бы можно было оставить из вашего репертуара только три песни в интернете, что бы это было? Просто название. «Мой сон», «Мёртвые цветы», «Любимые цветы», «Дига Ситани». Вот что для вас критерий песни удачной? Зрительские симпатии, количество просмотров или что-то другое? Для меня удачная песня – это когда она нравится и мне, и публике. К сожалению, чаще бывает, что нравятся публике, а мне – не очень. Но я, в данном случае, душу свою какую-то, не знаю, творческую, гордость какую-то, и всё равно буду её исполнять, потому что я понимаю, что я всё делаю ради публики. Потому что, в общем, для этого я работаю. Обратная связь всё равно есть, как зеркало какое-то, да? Ну, даже не в этом дело, а просто я понимаю, что, во-первых, если песню нелегко исполнять, таких песен не так много в моём репертуаре, легко и физически легко, и эмоционально легко как-то. Вот я пою, и мне прямо вот льётся, вот я классно. И когда, конечно, я понимаю, что и публике нравится, когда ещё и заказывают всё это, ну, в общем, это замечательно здорово. Есть песни, которые нравятся публике, но у меня от них уже просто тошнит, если честно. А есть ли одна песня, которую вы сами ассоциируете с собой и своим творчеством? Что это за песня, которая чаще всего, может быть, в голове крутится? Ну, нет, в голове у меня, как правило, крутится, особенно если у тебя плохое чувство, у меня какое-то, либо из того, что я записывала недавно. Когда-нибудь нелёгкий путь пройдя, Устав и оглянувшись, припомним юность, грусти нет, а я и ты, и я. Когда-нибудь мы взглянем с высоты на прошлое, Припомним его ошибки и его мечты, Его черты, Как мало нужно было нам тогда, Чтоб таяли обиды без следа, Как мы легко могли порой На ней махнуть рукой, Как мало нужно было нам подчас, Чтоб новый день вселял надежду в нас И выводил Собою в путь Куда-нибудь Увы, те в ней Теряются черты Увы, Другими стали Его ошибки Их лебнут Беды И я, И ты, И от того, Чего Блин, Прелок! Ай, перенцы, нормально! Пойте, как есть! Ну, это что-то есть! А вот! Заглянув назад, Мы забросим чуть-чуть, Какая красивая женщина! Какая разница, как вы поёте! Когда-нибудь, Как мало нужно было нам тогда, Чтоб таяли обиды без следа, Как мы легко могли порой На ней махнуть рукой Какая разница! Вот эта рука не интересна! Чтоб новый день вселял надежду в нас Талант – это ваше любое, даже самое маленькое преимущество Перед людьми, которые этого не знают, не могут, не умеют и не чувствуют Каждому человеку в детстве даётся несколько талантов И мы об этом даже не задумываемся Кто-то умеет рисовать, кто-то быстро запоминает иностранные слова У кого-то руки золотые, в плане того, чтобы вышивать, делать массаж И постепенно человек оказывается взрослым и обнаруживает, что почти ни один талант его не реализован в полной мере Почему это случается? Один талант может умереть от лени Другой – из-за того, что человек в себя не верил Третий – потому что родители не помогли рассмотреть этот талант Некоторые таланты пропадают от того, что человек разрушал своё здоровье Вместо того, чтобы заниматься собой, он делал что-то дурное, употреблял неправильные вещества И получилось с талантом вот так Что же делать? И можно ли спасти свои таланты? Я уверена, что да На протяжении 17 лет я разрабатывала профтест для взрослых, нереализованных людей Вы можете устроиться дома с комфортом, чашечкой чая, блокнотиком и ручкой И за полтора часа ответить на 65 вопросов В конце концов, вы получите план действий по шагам на год И сможете собрать разрозненные семена и цветы вашего таланта И собрать из них невероятный букет, который будет радовать не только вас, но и окружающих Вы точно способны на большее Мой авторский профтест находится на сайте proforientation.ru Вы заходите на этот сайт и по совершенно символической цене, которую я даже не хочу называть Настолько она мала Можете пройти анализ своих способностей и талантов и сдерживающих факторов Мне очень приятно работать для вас, приятно делиться этой информацией И результаты просто великолепные Отзыв на сайте можно оставить в режиме реального времени без модерации Вот вы критиковали Галкина Он уехал Я не критиковала А вот ваше восприятие того, что сейчас очень многие люди уезжают в связи с войной Но я скажу так, что люди уезжают, это их право абсолютно Где им жить, где им работать и творить Я абсолютно не критикую и никого за это не осуждаю Но я считаю, что плевать как-то грязью То место, где ты родился, состоялся и благодаря чему ты можешь за границей работать Мне кажется, это как минимум неприлично И закончится Дубай, ну все, ну два раза сходит, ну три Все чужое, да? Все чужое, а у нас все-таки ассоциация уже с человеком Кто-то вырос на нем, кто-то еще там стукит Ну и потом ты родина твоя, я вообще не понимаю А вот Алла Борисовна, целая эпоха, да? Как вы ее воспринимаете именно в личном общении? Когда вы увиделись или виделись многократно или неоднократно Вот ваше ощущение от этого человека? Какая аура? Какое, может быть, эмоциональное ваше восприятие? Что это за человек? Какая она? Она интересный человек, очень талантливый, безусловно, очень талантливый Даже где-то, наверное, сказал бы гениальный в чем-то Вот, в чем-то я не согласна с тем, что она делает, как она делает в творчестве Особенно в последнее время было Что вы имеете в виду? Ну, какой-то, я не хочу никого обидеть, но мне кажется, какая-то появилась пошлость в творчестве Я этого не очень люблю, когда я, хотя сама плачущая певица Там есть, тоже не буду говорить кто, но есть там певицы, которые вышибают прям слезу Мне кажется, это пошлое, это некрасиво, это стыдно как-то Но это не правило Борисовну, у него другая история Что-то такое в каких-то песнях появилось, что я не могу это вообще Не пей, не слушать, ничего Ранее Пугачева, ну, гениальная даже где-то в чем-то Понятно, что у нее так огромная была возможность себя показать Что практически все лучшие песни и лучшие авторы были для нее, конечно А вот это мнение, что если о Пугачевой что-то нелицеприятное Как-то скажешь или себя проявишь, все, двери везде закрываются Дороги закрываются Сейчас такого нет? Нет, и я этого не застала Я не почувствовала на себе какое-то там негативное влияние с ее стороны Этого не было Наоборот, было очень замечательно А вот ваша первая встреча с Филиппом Киркоровым Что он вам первое сказал или вы ему сказали Вы помните, как это произошло? Да нет, не помню, это было 30 лет назад Мы участвую, я участвовала в его концерте В сольном концерте, который в Октябрьском проходил Это был 92-й год Ничего не помню, я помню, что только У него это был очень красивый персень А я такая, я сорока немножко Я смотрю, блин, я тоже так хочу, такое Вот, кстати, по поводу персней Я знаю, что вы сегодня принесли несколько украшений необычных Я обратила внимание на видео, на фото У вас бывают такие совершенно эпатажные вещи Вы можете что-нибудь показать? Да, конечно И рассказать, может быть, историю небольших Я сегодня так собирала спонтанно и не все нашла Это какой-то делают наши, кстати, российские авторы По-моему, какая-то девушка делает Я не знаю, в каком городе, из какого города Причем у нее очень прикольно есть такие тоже произведения Я не пускала даже, с пробками винными Очень прикольно Вы увидели и влюбились? Да, я купила просто Это вот хоп, и можно сделать по руке По пальцу, вернее, он не падает Вы такой эмоциональный и очень креативный человек Увидели хлоп? Да, это есть такое Лишь бы деньги были Там какой-то, по-моему, сапфирочка или что-то такое, даже камушка Ну, такой оригинальный штук Очень душевый, мне очень нравится А может, у вас такая ладошка? Нет, у вас ладошка очень красивая Миниатюрная Да, еще хочу похвастаться У меня две пары сережек Ой, принесла Это тоже делает, кстати, российский ювелир Она живет в Москве Зовут ее Каменева Светлана Я нашла в интернете случайно вообще сейчас Самое интересное, что у нее вот эти Ну, она там не только сережки делать Она выставляет инстаграм И все, это не поймать Нужно ловить просто, не поймать Причем они какие-то из артефактов сделаны там Ну, как бы вот эти, не знаю Ну, это перламутр, по-моему, тут аквамаринный аметист Они такие, как это сказать, асимметричные А вот смотрите, какие А это вообще, это все как артефакты какие-то Там кролик с золотым яблочком Ну, я чувствую, что это любимые ваши украшения Мне очень нравится То есть вы спонтанно шла мимо, купила, понравилась Да, да, абсолютно А вот по каким критериям людям дают Заслуженный, народный, как вообще это происходит? Ой, к сожалению, сейчас это Звание сейчас нивелировалось Потому что, ну, в моем понятии народный артист Это артист, который знает народ А когда ты народный, а твои песни не один Вот, по моему мнению, вот выйди на улицу Я просто спросила, ты знаешь песню там такого-то? Хотя бы одну назови Наверное, есть понятие И много артистов драматических, которые Их, в принципе, никто не знает Но они там за заслугу лет, за выслугу лет Там из театров, наверное, других городов Там не центральных, там провинциальных не очень любят слова Это периферийных, наверное, не так сказать Но там, наверное, другое немножко В драматическом экскурсии Но все-таки эстрадный артист, но народный Для меня это когда тебя народ знает И когда он тебя любит, когда, знаете, как говорят Встретимся у кассы Когда действительно ты объявляешь свой концерт Встретимся у кассы? Есть такой, да Когда ты народный, а, допустим, на твои концерты Там не больше 500 билетов проданы Я считаю, ну какой ты народный Народ на тебя не идет, значит, ты не народный Поэтому звание как-то нивелировалось И это неприятно, на самом деле Я все же давать героя России Любому вообще человеку, который, не знаю, снег убрал дома А насколько я понимаю, вот эти звания И вся эта история со званиями, это ведь есть только в России На территории бывшего СНГ Этого нигде в мире нет Вот такая вот какая-то определенная Ну, слушайте, подожди, а как же всякие там глобусы Всякие Нет, одно дело награды А вот именно когда государство присваивает некую тарификацию В связи с которой идет оплата Ну, у нас, по-моему, в Петербурге только недавно ввели оплату Раньше не было никакой доплаты Все-таки есть что-то, да? Что-то есть, да А что-то это что? Можно узнать? По-моему, народным артистам, по-моему, заслуженные ничего не дают Вообще ничего? Вообще ничего. Народный, по-моему, губернатор написал недавно, что 30 тысяч рублей То ли к пенсии, то ли ежемесячно Не знаю, честно говоря У вас есть шанс стать народной? Надеюсь, что да А как это происходит? Алло, здравствуйте, Татьяна Нет, это нужно собирать документы, вплоть до что-то женщина Да? Вы женщина, то есть? Я женщина, да, но это надо доказать что-то Доказать? Вы не шутите? Нет, но я это, конечно, утрирую Я просто в каком-то старом крокодиле 30-х годов, по-моему, видела такую гарикатуру Про бюрократию Когда сидит беременная женщина И в мистера там куча справок И в мистера говорит Ну вот теперь еще справку, что вы женщина И все-все нормально Вот примерно то же самое То есть нужно собрать кучу вообще Так у тебя было концертов Какие-то там награды, что-то еще там где-то Где-то участвовал, где-то не участвовал Ну, короче, какая-то вот ерунда какая-то И люди, которые очень дотошные И, не знаю, со связями Которые обязательно с высшим образованием Которые там все по правилам Т-т-т-т, вот они народные А, ну, слушайте, Юра Штунов И он сейчас уже его на свете нет, да? Господи, в царстве небесное А до сих пор его песни поют в караоке Мне считалось, что народный Он даже заслуженным не был Белые розы, белые розы Беззащитные шифры Александр Барыкин Которого узнают, я думаю, что Особенно поколение там, ну, вот моего возраста Узнают все Он не был заслуженным Ну, к сожалению, вот такая не справедливость А можно я спрошу несколько слов Описания ваших чувств и восприятия Определенных людей из вашего круга Давайте хопом Просто несколько слов описать, какая Александра Пахмутова Очень мягкая, очень приятная Ну, мягкость такая кажущаяся На самом деле очень такой, мне кажется, жесткий Даже где-то жесткий человек Надежда Мой компас земной А удача Награда За смелость Шевчук Шевчук Талантливый Мне кажется, немножко недолюбленный кем-то Ну, вот кажется так, не знаю Осень в небе Шгут корабли Осень в небе Проча земли Гребенщиков 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 Ну, такой какой-то Человек с таким, ну, двойным домом Но не в смысле, что там Как бы В нехорошем смысле А такой вот Как айсберг какой-то Потому что мы видим на поверхности То поверхности Потому что там внизу Никто не знает Мне кажется, с огромным потенциалом Который он не раскрыл еще до конца Под небом Голубым Есть Город Золотой С прозрачными Воротами И Яркою Звездой А что бы вы сказали про Цоя? Ну, к сожалению, я не была знакома с ним Знаете, вот я так отвечу, что когда я была юна И он был еще жив и гремел в кино Я не понимал вообще у письмника Все на одну всю Как бы колодку Все это на одну мелодию Потом Прошло время Он уже погиб его не стало И Получилось так, что У меня был такой проект Ну, натривал, вернее Проект такой Предложили Очень интересно, к сожалению, состоялся Он, где бы я пела Баллада известный рок-групп В 95-м году это было И я для себя Открыла свою Песню «Печаль» Я позиционировал другие песни красивые Как-то, в общем, есть И я могу сказать, что сейчас Даже то, что перепевают Многие песни его Я вообще слушаю, что он гениальный вообще Песец был Несмотря на то, что у меня не было там Какого-то яркого голоса Такого вокала сильного Там, например, у Николая Васкова, например Но он настолько это все как-то пел Пускай это не громкий голос, он настолько Эмоционально сильно На холодной земле Стоит город большой Там горят понари И машины гудят Ну вот громкий и сильный голос Большой, как говорится С большим диапазоном Это еще не значит Узнаваемый Приятный Родной Добрый Теплый Вот такие характеристики Я пришла к выводу о том, что Уникальность и узнаваемость Так же, как у Увертинского Они важнее, чем все остальное Конечно, конечно Нет, наверное, когда есть сильный голос Это здорово Но если в сильном голосе нет своего тембра Нет какой-то вот глубины Какой-то вот Я даже не знаю, как это назвать Окраска Или что это такое Вот вы этим берете Вас не спутать Вас не спутать Ну это тембр Это просто нотка Узнаваемая Какое-то такое своеобразное Такие вот какие-то обертона Такие вот булановские Да, есть они Ну, я считаю, мне повезло в этом плане Как певица Потому что Это, в общем, да, как визитная карточка Когда узнаваем голос Это здорово Если бы как бы он был посильнее, наверное Такой бы помощнее Было бы, может быть Было бы вот как раз не то Ну, может быть Может быть, вы правы А вы знакомы лично с Вероникой Долиной? Нет А как вам ее творчество? Значительно легче Стало дышать Вот и все Что нужно было решать А все-таки чем-то таким грешу Что не поддается карандашу О, друзья мои дышащие легко Почему вы опять от меня далеко? Ну, я бардов, честно говоря, как-то не очень понимаю Я пела точно, ну, еще в детстве, правда Акуджаву под гитару Но и то, потому что Песню Акуджаву спела Беческая Которая так правильно передала все это, что я поняла И мне прям зашло, вот понравилось А так я как-то еще не доросла Я все очень, мне кажется, такая еще малолетняя Несмотря на свой возраст А вы когда-нибудь пробовали наркотики? Нет, никогда Ваших детей вы не будете отмазывать от армии? От призыва? Ой Как вообще это? Такой болезненный вопрос, потому что Я понимаю, конечно, что Как бы, долг долгом и так далее Но, как бы, ребенок это самое дорогое, что есть у мамы Я очень надеюсь, что Если армия, то только просто регулярно И там, и срочно Два года отслужить, как положено Но не делали белый билет? Нет Нет Младший вообще, мне говорят То есть, он не поступит в институт Он пойдет в ЧВК служить Я говорю, надеюсь, что поступишь Ну, не знаю Я надеюсь, что, как бы, времена эти страшные пройдут А вот если брать, скажем, есть разные варианты артистов Есть только пожатные, которые правительству всегда реверансивно очень Есть такие, которые готовы Вот в контре быть, как Шевчук Причем так вот убежденно, мотивированно Не просто как-то ради эпатажа или еще чего-то А прям с готовностью пострадать, отсутствием концертов И такие люди, которые вот нейтрально занимают такую позицию Я уважаю, как бы, правительство Я очень люблю свою родину И что бы там ни говорили, я всегда горжусь тем, что я русская, что я живу в России Но никогда не буду под кого прогибаться Никогда вообще И я, пускай, потеряю денег, но я не буду никогда вот сделать так, лишь бы только мне было какого-то выгодного Или там сейчас мне звание дадут, где-то тут-там поучаствовать Это все вот как-то на уровне, как это сказать, совести, так скажем, наверное А если вас куда-то приглашать, например, на корпоратив, то гонорар, он от скольки примерно? Ну, на самом деле, у нас невысокие цены по сравнению с другими артистами Где-то там от 300 до 500 тысяч рублей Вот вечер поработать? Ну, минут 40, да И, конечно, корпоративы гораздо выгоднее, чем концерты Потому что концерты за такие деньги редко бывают Потому что нужно принимать билеты просто непонятно до скольки Расходная часть громадная, организационная нагрузка? Ну, расходные берут на себя организаторы А я понимаю, я все думаю о том, что люди придут и потратить там где-то, ну, не в Петербурге, например, а где-то в каком-то дальнем городе Вроде 3,5 тысяч рублей на одного человека, а приходят, как правило, вдвоем И 7 тысяч, 10 тысяч – это уже приличная сумма для человека, которые живут не в центральных городах каких-то Ну, вот у артистов всегда выбор – или самому организовывать вся прибыль себе, но тогда огромная нагрузка именно административно А можно отработать за маленькие деньги, ни к чему не касаясь Вот, ну, лучше за маленькие Вот этой вот всей истории, но просто не пачкаться об это все Лучше за маленькие, потому что все-таки организация концерта – это не так просто, как кажется Это нужно договориться и с залом, и с гостиницами, и с аппаратом, ну, и совсем точно Да, конечно, транспортировка и так далее Еще я живу в Петербурге, а отсюда не всякий поезд там или самолет летит напрямую Поэтому, в общем, нет, конечно, проще просто назвать цену, пускай он будет меньше, но это уже гарантированно, что я приехала, отработала концерт и уехала обратно А приходилось отменять, например, по вашей вине, вот отменять какие-то мероприятия? Нет, ни разу, ни разу То есть больная выходили, без голоса выходили? Да, было такое, к сожалению Честно признаюсь, если я очень больная, у меня, слава богу, это было нечасто, но было, совсем без голоса говорить даже не могла, я пила по фонограмму А если брать процентные отношения, вот сколько вы пили под фонограмму плюсовую и сколько живьем, сколько это в процентном отношении? Где-то на 50 на 50 Потому что, во-первых, какие-то съемочные концерты, они, ну, были и в живую бывают, и бывают под фонограмму Я вот рассказываю перед началом съемок, жалко очень была такая история Я должна была петь одну песню Дорога длинная, да, точка луна Приехала на репетицию, мы спели, и дирижер говорит, а попробуйте чуть-чуть, вот вы пели же нежность И, причем, мне было обидно, что это не пошло в эфир Пришла сама Александра Пахмутова, села за рояль, то есть подыгрывает Для меня это знаково, просто гигиени, не знаю, там, легенда нашей эстрады аккомпанирует И это все было живьем, естественно, потому что под оркестр слетел микрофон, волна А вот из наших артистов первой величины, из звезд первой величины, кому вы можете просто взять и позвонить? Там, просто привет, как дела? Вот просто набрать без предупреждения по телефону? Да, наверное, никому Я вообще очень мало артистов, моих коллег, скажем, я так могу позвонить, привет, как дела? Ну как, никому не может быть? Ну, я вот так, вот так мы общаемся, это могу Денис Клявер, Лена Воробей, Наташа Гулькина Вот, пожалуй, тричек, ну, может быть, еще Евелина Блёданс, не знаю, там, первая величина, или просто, ну, известный человек Иногда мне звонит Максим Леонидов, там, ну, каким-то своим-то вопросом Ну, так, наверное, нет Достаточно честно мы общались с Людмилой Сенчиной, вот, пока она из жизни не ушла Очень приятная женщина Да, да, очень жалко, конечно, очень жалко, неожиданно было жалко, безумно просто Целую ночь соловином насвистывал Город молчал, и молчали дома Белая каца и гроздья душистые Ночь напролет нас сводили сна У вас развита интуиция? Интуиция, да Я очень людей чувствую А как она с вами общается? С каким голосом? На каком языке вы с ней говорите? Как это происходит? Мне вообще никак не происходит То есть, в какой-то момент я иногда прислушиваюсь Или понимаю, что уже прислушаться И поступаю так вот, как вот Мне пускалась Было, что она вас прям вот предупреждала Не делай, вы нарушили И потом были проблемы Было, да А вот в одном из интервью Вы сказали, что у вас были подруги С которыми вы общались И потом вы перестали общаться Потому что произошло какое-то предательство А что для вас предательство? Вот конкретно, что должен сделать человек, чтобы вы перестали общаться? Я знаю, что вы человек не мстительный, не станете там как-то что-то делать Но вот что вы вкладываете в это понятие предательство? Что это для вас? Сейчас я пытаюсь формулировать как бы так, чтобы это было понятно Ну, например, когда я человеком делюсь А человек этим пользуется потом И пытается как-то наладить какую-то свою там жизнь Или, не знаю, свои какие-то, не знаю, как-то блага какие-то Ну, это вообще-то просто запредельно Продает информацию? Ну, как бы не продает, а вот информацию, которую я поделилась Как-то пытается это все в свою пользу обернуть И мне вовред при этом Я не люблю людей, которые секреты не хранят Я не знаю Не люблю людей, которые врут Это вообще просто ужасно А в чем заключалось предательство вот этих подруг конкретно? Ну, там вот, как бы, если говорить о подруге Которые мы дружили с детства То я поняла, что она как бы попыталась Ну, как бы, отодвинуть меня на второй план Опять же, говорю, решить какие-то вопросы какие-то Вот, ну, я считаю, что это неприемлемо Вот, по крайней мере, для меня И если человек так поступил в эту ситуацию То он так же будет поступать и дальше А вот я смотрю, вас окружают в основном мужчины То есть партнеры по музыкальным каким-то проектам Мужчины Ну, это так сложилось Друзья мужчины Сыновья Несколько друзей мужчин у меня немного У меня мужу Ну, сыновья мужчин Сыновья, да, у меня даже кот даже Ну, относительно мужчины Да у вас даже кот, да И получается, вот мужская такая вот аура И вы внутри и в центре находитесь А у вас есть потребность, например, в подругах В качественном общении с женщинами Или вам женщины более такой чуждый класс? Нет, у меня есть подруги близкие, с которыми я делюсь И, в общем, там одна подруга детства Совсем прям с трех лет мы дружим Есть много, ну, не много, но есть несколько подруг, которые там В процессе ее жизни приобретенной Ну, опять же, наверное, хотя, в принципе, вот Я пару раз ошиблась в жизни, но Как бы им я доверяю тем, с кем сейчас общаюсь А с годами труднее настоящих друзей приобретать? Остается то, что с детства? Или вы можете? Нет, я могу, мне кажется, что Потому что много людей хороших и интересных Которыми у меня жизнь до этого момента не сводила Вот вы производите впечатление Такого человека, у которого есть какие-то детские, спонтанные Моменты в поведении А вот в детстве люди могли подойти друг к другу И сказать, Таня, привет, давай дружить Вот как в детстве происходило Оля, давай дружить А я не буду дружить, я уже с Машей дружу Такие вот какие-то наивные моменты Но в детстве, знаете, как у меня было У нас вот такая У вас сейчас вот это есть? Вы можете, например, сказать, там, Маша, давай дружить? Не, не могу А если вам кто-то скажет, что это не вызовет удивление? Какое-то... Ну, удивление не вызовет, но вызовет, наверное, какую-то такую настороженность Настороженность А почему? Вот вы уже недоверчивы стали с годами или... Недоверчивы Потом я понимаю, что ко мне подошли не потому, что я такая хорошая девочка Таня А, наверное, потому, что я в первую очередь артистка Таня Буланова Ну, наверное, это ошибочно, но тем не менее во мне это есть И поэтому какое-то недоверие, что со мной захотят общаться не как с человеком, а как с какой-то медийным лицом А какая вы как человек? Вот какой у вас характер? Какая вы дома, в быту, вот какая вы? Вот без макияжа, без звездности, без всего вот этого Я не хозяйка, совершенно, вообще, абсолютно И я где-то читала про Бьорк, певицу, что у него там открываешь шкафчик на кухне, там кассеты сыпятся Вот у меня прям так же, но у меня не кассета, у меня там не знаю, что там тоже, Навального всего Вот я не умею, я умею готовить, могу, но я не люблю готовить Я, в принципе, люблю порядок, но дома у меня все кучками, ну, кучки все порядочные Где в этой кучке лежит это, в этой кучке лежит это Я когда с малым человеком такому начали жить, я говорю, я сразу предупреждаю, я, как бы, не такой неаккуратист Он говорит, ой, отлично, я такой же И вот сейчас теперь его кучки валяются в ряду с моими кучками А вот вы сейчас были влюблены, у меня два вопроса в связи с этим Вот предыдущие отношения, браки, там, встречи и жизнь с другими мужчинами Чему они научили вас? Мы ведь открываем себя, живя с разными людьми, мы понимаем, вот это мне не нужно, это мне не подходит, это мне вообще не годится, я не знала даже, что мне такое не годится Какие открытия вы сделали? К сожалению Что вам точно не подходит? Вот что вам точно не подходит в личных отношениях? Но мне точно не подходит, когда меня любят меньше, чем я кого-то, это точно абсолютно А как это можно взвесить? Ну, я понимаю, что человек не, как бы, ну, как сказать, ставит меня выше себя Ну, не то же меня выше себя, он готов чем-то пожертвовать ради, там, моего благополучия или как-то, ну, я это чувствую, это видно То есть это хорошо или у вас это наоборот? Нет, это хорошо, когда человек меня ставит выше себя, это замечательно А я, в свою очередь, ставлю выше его, чем себя И вот в этом сибиозе у нас такая гармония Ну, что касается первого мужа, там, я ему благодарна, что он научил меня быть абсолютно самостоятельной Потому что, несмотря на то, что мы были женаты и мы вместе работали, мы сейчас продолжаем работать вместе Все равно, как бы, то, что я зарабатывала, я на себя тратила Я брала у него в долг, я ему возвращала, обязательно долг я вычитала там с какой-то поездки там общей, гастрольной И поэтому я понимала, что если я, допустим, перестану зарабатывать, то, несмотря на то, что я замужем, мне все равно никто кормить меня не будет Человек, кстати, сейчас у него жена, которая не работает, я, блин, даже что, думаю, во мне не так, почему? Он ей покупает машину, там, как бы, все замечательно, у нее двое детей уже сейчас будет На самом деле это, наверное, более блаженное состояние, когда ты хочешь не зависеть, хочешь не просить Это редкая позиция, женщины ведь у нас в России как? Они хотят, чтобы вот у нее были свои деньги, и в которые никто не вмешивался И еще при этом муж полностью содержал Но это иллюзия, на самом деле Ну, на самом деле, это, как бы, традиционность такая русская Ну, в общем, да, ну, вообще иллюзия в том, что если будет богатый какой-то мужчина, и все, значит, у тебя все замечательно Это абсолютно неправильно, потому что в любой момент этот богатый мужчина захочет найти какую-то помоложе какую-то женщину Или там ее по-старшему, не знаю, или поинтересней Меня абсолютно не пугает, я понимаю, что сейчас, там, даже если мы, ну, как бы, мы собираемся пожениться Будущий мой муж, если захочет меня заставить Я абсолютно не буду такой беспомощный, что делать, что делать, как... Я прокормлю себя и своих детей Человек, которого вы сейчас любите, он чем для вас лучше по сравнению со всем остальным мужским миром? Вот какие в нем для вас сейчас вот преимущества, бонусы, удивительные какие-то черты? Вот чем он для вас хорош? Надежность То, что я понимаю, что он любит меня, что ему небезразлична моя жизнь Просто даже элементарные какие-то там, не знаю, видеопередачи, просто передачи по телевизору, которые... Там, если второй муж, ну, мне кажется, второй мужем, у него со мной было соперничество Это ужасно, когда мужчина соперничество с женщиной Причем я говорю, ты все лучше в любом случае, потому что ты мужчина, ты глава семьи Ты голова, хоть я и шея, но не важно А у Валеры, у него такого нет, он абсолютно, он, наоборот, растворяется, ему нравится, чем я занимаюсь, он гордится мной, это очень важно И, как бы, я понимаю, может быть, он не только там денег каких-то, там, небогатый такой человек, но все равно я понимаю, что я за ним каменной стеной И тут даже дело не в обеспеченности, а именно в какой-то поддержке Это очень, для меня это очень важно Мне этого, в принципе, никогда не было А какая была первая ваша любовь? Кто это был? Самая первая любовь, такая вот детская, может, юношеская? Ну, самая детская, наверное, была Андрей Миронов Когда я посмотрела фильм «Бриллиантовая рука» и влюбилась, но мне было, не знаю, лет пять, наверное А такая уже осязаемая, это был мальчик из... с дачи Сосед по даче, да А вы что-нибудь любите из классической музыки? Люблю очень Моцарта, люблю Баха, как ни странно, я понимаю, что, говорю, сейчас глупость полная, но вот Чайковский меня как-то... ну, пока не меньше меня трогает, чем, например, Моцарт Ходите в театр, в филармонию? Редко очень А редко это, насколько редко? Ну, совсем редко, не знаю Раз в пять лет, наверное, если не верю А почему так редко? Вы боитесь, что вас узнают, не дадут комфортно в своей качестве побыть? У меня настолько какая-то очень такая насыщенная жизнь, что когда свободный день выдается, то мне хочется просто вот там тупо включить фильм, у меня сейчас канал замечательный, такой синематограф называется, появился, где фильмы 30-х-40-х годов, ну, правда, голливудские Я вот с упоением смотрю, прям впитываю, как женщины выглядели там, вообще все вот это вот какое-то... мне все нравится, мне нравится постановка света, постановка камеры Я из современных фильмов не очень люблю, когда вот через такая манера трясется, типа, я понимаю, что это все а-ля такой, как бы, типа, прямой эфир, ну, не знаю, мне это не нравится Вы как один из людей, который отдают постоянно, то есть вам что-то приходит сверху, и вы вот публику питаете, даете эмоции, а вам самой же тоже надо каким-то образом насыщаться, в том числе и вот этой музыкальной энергией живой музыкой Ну, да, наверное, но я, во-первых, я понимаю, что все артисты это вампиры, и я насыщаюсь... Артисты это вампиры? Я думаю, что да Смотрите, артисты... Я всегда думала, что это донор Ну, это, даже, знаете, проискать, это доноры, вампиры-доноры, которые вот... Меняются роли А энергиями, обмен энергии, это очень питательная такая история Расскажите, мне интересно Ну, вот, смотрите, там, Жильдин прожил 100 лет, да, там, больше даже 100 лет Вера Васильева, ей уже там 100 лет, по-моему, будет тоже, это они играют в театре Это не просто они выходят, кстати, господи, у нас наш Георгий Штиль, замечательный актер, ему 91 год Недавно мы встречались, была такая интересная, очень интересная история В ресторане мясо-вино, и там такой был вечер ар-деко С романцами, там я участвовал тоже И вот Георгий Штиль пришел после спектакля, 91 год Он еще отработал спектакль, пришел, нам еще рассказал какие-то байки, рассказал стихи И поэтому, мне кажется, что вот этот вот обмен вот этой энергии, энергетикой, он очень сильный После концерта я на каком-то подъеме все время И я думаю, что большинство артистов так себя чувствуют Есть артисты, которые истощаются во время выступления на сцене То есть отдают себя до такой степени, что потом в обморок могут упасть А есть те, которые подзаряжаются, устают, конечно, но и умеют подзаряжаться от аудитории А у вас нет такого, что вот вас прям штырит, адреналинит после концерта Вы не можете спать спокойно, или вот вы легли и уснули Ну, бывают разные концерты, бывают какие-то неудачи Ну, если не говорите о переживании неудачи Вот вы выложились так, это же адреналин все равно Вам нормально спиться потом? Абсолютно, ну, во-первых, уже столько лет я на сцене Закалывая Да, даже я уже знаю, как концерт пойдет Я уже знаю, где будет подъем, где будет спад немножко, где опять подъем И уже где будет кульминация А процесс восстановления? Вот сколько времени вы потом чувствуете себя выжатой, отдавшей после концерта? Выжатой, честно говоря, я даже не помню Я уже не помню, когда себя чувствовала Мне кажется, такого уже нет Это только если как дурацкая публика бывает такое Ну, как бы, но это в основном корпоративы бывают такие А часто у вас концерты? Часто, в принципе, ну, раз в неделю Ну, корпоративные выступления, а такие концерты Я как-то до юбилейного концерта в Октябрьском Я что-то вообще их боялась Потому что в 90-е я просто вот так выше крыши наездилась А после вот этого юбилейного концерта Было такое замечательное, что он в 4 сошел И, в общем, я подумала, что можно как-то возродить опять снова И мы стали опять ездить на гастроли У вас есть какие-то секреты? Как работать с аудиторией? Вот что бы вы могли посоветовать молодым исполнителям? Которым грезят ребята Я понимаю Я, кстати, молодым могу посоветовать, что готовьтесь просто к провалам, к неудачам Готовьтесь к провалам? Да, готовьтесь, будьте так готовы к тому, что вы никому не нужны нафиг И ваше творчество это будет мимо несколько лет, лет 10, 15 А потом уже, может быть, вас заметят и оценят Продолжать терпеть, крутить педаль? Да, главное не опускать руки От чего зависит весь успех? Я сейчас не беру финансовую составляющую Мне кажется, ну, во-первых, если говорить о песце, то это самое главное, наверное, это найти песню Найти свои песни слощей? Даже не слощей, а просто хорошей песней Потому что для театрального, или там, вернее, киношного актера, или театрального, вернее, драматического актера Главная роль Вот если ты нашел, взять даже фильмы, да, сколько у нас актеров хороших Который яркой роль не сыграл, и он так все, и время прошло, и его никто не узнал И то же самое о певце говорить Все-таки певцов воспринимают через песни Если хорошая песня, на тот концерт пойдут, чтобы ее услышать А будь там хоть три пяди во лбу, не знаю, там, с голосом, 55 октав Если нет песни интересной, то все-таки никому не нужен А вы чувствуете время, как вам кажется? Вот актуальность времени? Нет Я в данном случае абсолютно, как слепой котенок, интуитивно Вот так вот, просто мне нравится, мне нравится Нравится, ну, может быть, пойдет, не знаю, может быть, не пойдет Но очень хочется надеяться, что пойдет А есть ощущение у вас, может быть, что людям надоело дешевое, развлекательный жанр? Наступили времена, когда хочется глубины Нету Тонкости духовного Мне кажется, всегда будет требоваться и развлекательная музыка И такая, и так разная, конечно И когда у артиста есть возможность и то, и то сделать Это, конечно, это счастье У меня иногда получается А зачем вы ходите на интервью? Вот какая внутренняя мотивация? Чего вы ждете? Что вам хочется? Ну, пообщаться интересно Интересно, как бы, может быть, как-то, не знаю Что-то для себя там почерпнуть из разговора Какое самое, вы считаете, удачное интервью за 20 лет у вас? С кем? Вы знаете, как ни странно, есть такой Дмитрий, по-моему, Гордон, да, который в Киеве сейчас Вот с ним было очень интересно общаться Ну, он невероятный, конечно, по глубине человека При этом он спрашивал, в принципе, те же вопросы, которые я, в общем, я на них уже отвечала в 20 раз Но вот как-то он так их поворачивал Да я не понимаю, в чем вот его какой-то секрет Но было очень интересно Причем я вот так вот рассказывала Открывалась Вы знаете, в искренности, в абсолютной заинтересованности Вот даже если Наверное, да За его взглядом понаблюдать Хотя сейчас вот он немножко с ненавистью к нам Из-за национального момента Я могу, его тоже можно понять Его можно понять И я все равно вот смотрю с интересом Это особенный человек, такой очень узнаваемый Вот его глаза Вот он спросит И он всегда не просто думает, какой бы следующий вопрос задать А он вот прям весь Да, то есть ему рассказываешь и понимаешь, что ему интересно это Хотя может это не так, может это чисто такая маска Нет, 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 он весь прям сосредоточен Моменты наивности тоже какие-то есть И ему искренне интересен собеседник То есть он не высасывает вопросы из пальца Он вообще докопаться до сути Дойти до ядра, вскрыть И вот в нем какое-то чувствуется юношеское нетерпение Такое вот он прям Ну вот по крайней мере, да Разговор был очень интересен Так, конечно, я много с кем общалась А вот если брать за кадром Да, вот вы с ним общались Сколько времени зашло от момента, когда вы зашли к нему И вышли, сколько часов? Ой, там, кстати, очень быстро все было Динамично? Динамично, да Это все проходило в Москве Причем я так понимаю, что он приезжал Он за свой счет как бы все это как бы устраивал И такой момент интересный Он, оказывается, был на моем концерте Когда я выступала в Киеве В концертном зале России у них там так назывался А действительно был 95-й год Я только-только еще там начинала Там пару лет И я абсолютно не взрослый Я только говорю, здрасте И до свидания все Я помню, что девочка такая какая-то Здрасте Это прошли песни Спасибо там где-то И до свидания ушла И все Было ощущение такое Я не общалась вообще с публикой Я боялась И вот, кстати, после этого интервью Я помню, что он меня несколько раз приглашал На судьи рождения Настолько вам понравилось общение Что он даже пришел У нас еще раз был Перед всеми событиями 14-го года Концерт в Киеве Он пришел, помню Как бы понравился Другой вообще Впечатление и восприятие концерта Ну, после я уже немножко по-другому себя вела Вы в Бога верите? Ну, я верю, что есть высшие силы какие-то Вы чувствуете их? Чувствую, конечно Я не знаю, как это Кто-то называет Бог Кто-то называет Аллах Кто-то называет, не знаю Пророк Кто-то еще как-то Но точно, абсолютно Это мы спорим с моими детьми Я спорю Они у меня такие атеисты Что вот, типа Я говорю, а откуда мы произошли? Вот теория большого взрыва Говорю, хорошо Кто взрыв этот сделал? То есть, с чего это началось? То есть, я какая-то высшая сила Не знаю А вы верите в справедливость, в карму В то, что если человек делает дурное Все равно где-то его нагрянет, настигнет, найдет Не хочется в это верить Хотя Ну, вот по жизни вы, когда видите Какую-то ретроспективу В течение лет наблюдаете К сожалению, к сожалению Часто бывает, что просто подлец Процветает И, в общем Процветает как финансово Нужно внутри не видимо А для них финансово самое главное Он думает, что для него главное А душа там внутри страдает Да ему на душу наплевать, что обидно-то Поэтому для такого счета подлеца Самая, наверное, вот Самая карма для него Это вот перекрытие финансово каких-то потоков Научились вот различать людей Искренних и живых От таких, которые грамотно Профессионально подстраиваются под такое Вот какая-то неискренность Ну, я думаю, что да А как вы это ощущаете? Ну, это так, на интуитивном уровне Ну, например, там артисты Не будут, конечно, говорить фамилии Я вот вижу, прям, когда человек хочет понравиться Или вот опять же, мы говорили там в начале разговора Вышибание слезы Когда вот прям, чтобы слезу вышить Это ужасно, это противно, это пошло Капельки специальные там в глаза Не, не капелька, а я даже вот в манере там, не знаю, пения А как вам, кстати, вот творчество, выступление И манера подачи себя Басковым Николаем? Коль он классный ведущий Он ведущий просто потрясающее мероприятие Вот я бы на его месте как бы в эту сторону А вот в плане искренности Вот этого какого-то нефасадной Какого-то внутреннего подачи Мне кажется, у него фасада очень много Вот если бы искренность Но искренность такое дело, что это не наработаешь И не научишь этому Это должно быть уже врожденное, мне кажется Вот, мне кажется, искренности ему не хватает Хотя я к нему очень хорошо отношусь А вот если брать градации, например Отважный человек Смелый человек Уверенный в себе человек Осторожный человек Трусоватый человек Трус Вот какую вы себе выберете нишу? Наверное, либо уверенный, либо смелый А в чем ваша смелость проявляется иногда? Ну, смелость не боится говорить правду Не юлить как-то, не знаю А есть случаи, когда вы сказали в ущерб себе Но вот все равно вы понимали, что по-другому нельзя? Да Ну, например, какой это был случай? Ну, например, я помню Меня брали интервью И меня там спросили о харассменте И я сразу скажу, что для меня харассмент Во-первых, я имела в виду исключительно Харви Вайнштейна Историю с этим связанной Но я считаю, что женщины, которые через 20 лет Решившие вдруг стать такими честными И все это сказать, как их использовали Они сами на самом деле использовали Вот этого несчастного Вайнштейна Потому что их никто не привязывал Не насиловал специально Они застучили, решили воспользоваться ситуацией И на этом получить какую-то выгоду А какую выгоду? Ну, они стали звездами То есть ему, я не знаю Ну, это бы звезды, бабочка, однодневка Ну, как однодневка? Кто там против этого? Шернстон, кто там, не знаю Я, честно говоря, не помню Но почему это вся такая шумиха поднялась? Не то, что там какая-то безымянная артистка Вдруг подала в суд на него А это уже конкретно звезды сказали, что так и так Понимаете, я тут немного не соглашусь Дело в том, что я эту тему прорабатывала Мое мнение, что у детей существует детский психический паралич Я сформулировала такое понятие ДПП Когда взрослый человек посторонне на него давит Оказывает давление или пытается заниматься домогательствами У ребенка рефлекс Подчиняться, слушаться И плюс еще стыдно Стыдно кому-то сказать Стыдно себе признаться в каких-то вещах А потом, когда человек думает годами, десятилетиями В чем причина комплексов Еще что-то Вот он вырастает И видит, что тот человек осознался Этот рассказал Вот это вот открыли И он начинает тоже пытаться об этом говорить Тут трудно судить Ну, может быть Я тоже со своей позиции смотрю И я бы мне там было когда 20 лет 22 Меня тоже пытались как-то какие-то Ну, может, там не Харби Вайнштейна Но на тот момент Достаточно влиятельные люди Тоже как-то воспользовались Моей молодостью У меня для меня это Коррегорически просто было нет То есть пускай я не буду Там хорошая согласка Которую вам дала мама Вот она дала Наверное Я чисто Только с своей позиции лично Это воспринимаю Что для меня это неприемлемо А уж если ты на это пошел Значит, ты решил какую-то выгоду Из этого извлечь Извлек эту выгоду Понимаете, еще в чем дело Такие люди Которые пользуются чужой молодостью Телом Или еще чем-то Юностью, чистотой Они выбирают не просто так Они выбирают с моментами неблагополучия И когда ребенок Они выспрашивают, узнают Когда ребенок имел отсутствие контакта с мамой Не видел любви Вырос в неблагоприятных условиях Это уже потенциальная жертва А вам повезло Да А вам повезло Что вы не подвергались таким каким-то вещам И у вас иммунитет сформировался Я понимаю Я не думаю, что они прям так вот Все это выискивали Я думаю, что они просто видели предмет Наступало какое-то вожделение И вот это все там как бы А там как пойдет Пошло отлично Не пошло, не следующий найду Это у людей тонкие наблюдатели Это психологически очень такие Но это в любом случае Там может быть не предмет нашей беседы Вот вы в одном разговоре упомянули Что у вас около тысячи пар обуви То есть у вас есть отдельная какая-то гардеробная для обуви Почему так много? Откуда? Не знаю, люблю Какой фетиш, да? При этом, я знаете, мне нравится Ну просто я в какой-то туфли Мне нравится там форма носа Форма каблука Я вот как какой-то реально Ну не сексуального какого-то наслаждения Но вот что-то такое близко к этому Какое-то физическое Я трогаю, я смотрю И мне прям приятно Когда вы периодически избавляетесь Вот от этих старых вещей Куда одеваете? Никогда никуда Они у меня У меня туфли есть 20 лет Там 25 Причем я стараюсь классику такую как бы покупать Поэтому их можно сейчас надеть И они будут актуальны А вы не думали Какой-то сделать аукцион И закрыть все вопросы с кредитами и ипотеками? Есть пополам фанатов, которые... Потому что я открою коробочку Посмотрю, они такие красивые Закрою У меня настроение стало хорошее Есть такие определенные у вас моменты связи Да, вот человек и какие-то вещи Ну да, наверное, да А вот можете какую-то одну любимую вещь из дома назвать? Любимую Что это? Мебель, платье, обувь, все что угодно Какие-то любимые предметы Что это для вас? Ну это, наверное, мой диван в гостиной А чем он так был? А он не знал, он в нем притягивает Там, во-первых, в гостину У меня единственное место Я работаю телевизор И мы там все как бы у нас плячка Борьба идет с пультом за канаву То, что там Валера, он любит Там какие-то всякие наши сериалы Это я современный, которые я не понимаю Я люблю вот эти вот там 40-е годы Вот нельзя что-нибудь посовременнее Я обожаю фильмы советские там до 90-го года, наверное А из личных вещей? Нет, мне кажется, я все люблю Я как хомячок такой У меня все, говорю, кучки И в каждой кучке какая-то своя любимая вещь А дневник ведете? Нет, дневник я вела в детстве Сохранился? Где-то есть, да Надо посмотреть А есть какие-то вещи, за которые вы себя осуждаете? Наверное, нет Ну, стараюсь, по крайней мере, не себя там не корить за что-то В принципе, стараюсь жить по совести Вот как-то, не знаю Это врожденная или мама воспитала? Понятия такие Вообще, честно говоря, я вообще не понимаю Я говорю, я там воспитываю родители Я не помню, что меня прям воспитывали Там какие-то мне давали какие-то наставления Это настолько, наверное, было незаметно Вы знаете, у вас вот такой жест лидерский прям Я заметила, он у вас Да, это особенно когда я пою, мне бывает Вот, вы сказали, что вы боксом занимаетесь Да я боксом занималась там месяц Ну и что, а почему боксом? С кем? Где? А, мне интересно, как-то было Сут новенькая То есть можете врезать? Ну, как бы, удар я знаю Я и так могу врезать, мне присты руки сели А приходилось драться? Нет, нет, я как-то старалась всегда так Ну, а что вас подвигло боксом заниматься? Ну, во-первых, стремение похудеть Я всю жизнь мечтаю похудеть А сейчас я что-то набрала вообще С возрастом много килограммов И поэтому я пытаюсь все способы использовать, какие можно Я уже даже приобрела билет В фитнес-зал, куда еще ни разу не сходила Я очень надеюсь, что я успею, пока он не закончится там побывать А бокс, потому что интересно Потому что это не просто какие-то дурацкие упражнения А это все-таки в прыжках, это какие-то Ну и все-то новенькое, как бы, интересно У вас запои были когда-нибудь? Запой никогда То есть ломки, абстинентного синдрома не было? Я даже больше скажу, бывает, ну, как-то переберешь где-то на каком-то мероприятии Я никогда не похмелялась, я боюсь, мне кажется, что все похмелятся, все, я уже алкогольком стану А вам удалось организовать себе какой-то последний очень важный разговор с папой и с мамой Когда вот вы чувствовали, что время заканчивается и надо как-то поговорить по душам Или это всегда накрывало внезапно, всегда это было ужасно Мне кажется, смерть вообще всегда внезапно, даже если человек долго болеет И к этому морально готовишься, все равно это любой уход Близкого человека он внезапен, он неожиданен, он болезнен, трагичен А вы успевали общаться и любить? Но любить успевала, а общаться не всегда, к сожалению Но с мамой больше, как бы с папой в меньшей степени Но с огромной близостью, судя даже по песне вот этой, с мамой Это да А как считаете, вот ушедшие близкие люди, они становятся на каком-то уровне нашими ангелами? Как-то они присутствуют в нашей жизни, хранят ли они нас? Ну мне хочется верить, что да, так и есть Вы чувствуете иногда? Я, к сожалению, нет Я пою, когда мама ушла, мне очень хочется, чтобы она явилась как-то во сне или как-то, или наяву даже Не знаю, или все плакать буду Вы знаете, мне очень понравилась одна ваша шутка Невероятная шутка, вообще просто 10 баллов Вы говорили про пиаф И вы сказали, ну если как пиаф, а что значит как пою? Как пиаф, если поет как пиаф, то это круто, а если выглядит как пиаф Но, и с одной стороны здорово, но с другой стороны, как вы пошутили И выглядеть как пиаф И выглядеть как пиаф тоже круто Потому что вот такой быть, растрепанный, вот этот воробышек с вот этими безумными порлотками Ну это от болезней кучи там, которые не были Ну больно, подведенные вот эти вот брови, я ее другой не восприню Это растрепанная прическа, а-ля там Леонтьев, который начал увидеть Ну я уже сижу волос не оставалось, там уже на почве сифилиса вырожденного и всего там быть Вообще не важно, не имеет никакого значения Вот она такая, и это такое тело, и это такой сосуд И я, вот знаете, вот с годами я вообще перестала видеть тело Мне иногда вот кажется даже фрик, я могу фрика полюбить, просто фрика Мне нравится все А когда внутри что-то не так, вот мне все равно эти стандартные шаблоны У нас есть одна поэтесса, которая переделала себе нос Это Анна Игаяна, я ее больше как чтицу воспринимаю Ну вот она и поэтесса еще У нее, я так могу сказать, внешность Моники Белуччи Но при этом Ахматовский профиль У нее был такой достаточно экспрессивный нос с очень большой горбинкой И она в какой-то момент взяла хлоп, там исчезла везде с таблоидов Потому что это долго длится на лице И мне вот приятельница моя Юлия Соломонова говорит Наташа, ты знаешь, прекрасный человек, да Она хороший друг и вообще светлая личность И при том, что очень талантливая Да, да, да Независтливая, там, нормальный, добрый человек Но суть, она говорит, зачем она это сделала? У нее была невероятная узнаваемая внешность Я абсолютно согласна Потому что сейчас я смотрю И вместе с этой горбинкой Как будто Что-то ушло Ушла какая-то сила Какая-то благодать Какая-то, даже не знаю что Вот какая-то экспрессия в этом Вот и хлоп она так поворачивается И вот реально просто Ахматовский профиль Ну и опять же, это мое субъективное ощущение Но с другой стороны Это взять ту же Ленату Литвинову Которая изменила нос И она стала вот Антони гораздо выглядеть Ну, Литвинову Это человек необычный Узнаваемый Такого большого, достаточно таланта Для меня вот странное тоже восприятие Для меня она стала существовать Как талант и как личность И как актриса Когда я услышала аудиоверсию Алиса в стране чудес Именно прочтенную Литвиновой Я прям Была под впечатлением То есть для меня это как краска жизни Хотя я если не знакома лично Но мне кажется, что все равно Это тоже образ такой И не всегда искренний То есть она настолько вот в этот образ Как бы использует и эксплуатирует Поэтому она не такая внутри Она немножко другая, мне кажется Проще и легче Я далека от того, чтобы кого-то обсуждать И для меня это лишь как персонажа Как какая-то акварель Вот еще одна краска жизни Правда в том, что мы не знаем, какая она И мы не знаем, что такое искренность до конца Потому что вот эффект наблюдателя Стоят камеры И мы уже не столь искренне Как если мы дома сидим На банкетке Там, я не знаю И убираем заусенец ногти Ну, мне кажется, я такая Все равно, нет Ну как, фасадная часть существует Безусловно Может быть, не совсем обычный вопрос Что вы смотрите на Ютубе Вот кого из блогеров вы смотрите? Никого Если не художественное кино Каких-то психологов Нет, вообще никого Я смотрю Может быть, периодически Там вечером перед сном Или утром, когда проснусь Какие-то интересные истории В интернете Автобиографические мне нравятся Особенно там из прошлого Совсем такого далекого Каких-то интересных людей А что самое главное в человеке? Наверное, порядочность А вы бы хотели знать день, когда вы умрете? Нет, страшно Я не имею в виду дату Вот такого-то года Такого-то А вот когда, знаете В старой русской традиции Это было, когда человек Благодатно уходил Он мог запросто сказать Родственникам Сегодня я умру Или, например, приходите Завтра буду умирать И прям отпевали Ложился И родственники прощались И человек умирал То есть ему внутренне было открыто Что вот сегодня он уходит к Господу Странно, я этого не могу понять А когда какой-то ресурс Внутренний жить заканчивается А самое главное Человеку открыто Что он не просто там Случайно под машину попадет Или еще что-то В своем доме И вдруг ему раз открыто Вот вы бы так хотели Понимаете, вот у меня В моей жизни смерть Ну как бы в два раза была Это папа и мама Папа умирал в муках Потому что у него была онкология Мама, она умерла от инфаркта Но долго очень лежала Там ИВЛ Потом ее подключили Там как-то План плохо выходил Из этого Постали пять стендов В коронарные сосуды И папа умер Умерли в больнице И я как бы на их примере Я не могу понять Что значит Ты просто Я умирать пошел Нет, ну я Типа я готов Я папе был 63 Нет, когда прям четко открывалось Что я сегодня умру Такое бывает Некоторым Я верю Но вот по моим Если родственник смотреть Там папе 63 было Он, я понимаю Что он еще Хотел дальше жить У него какие-то планы У него Маме было 85 У него тоже Все были какие-то планы И она То есть не было Даже 85 лет Там такая цифра В общем-то уже Немаленькая Хотя я могу сказать Что это неважно И в 90-95 Когда уходят близкие Это кажется Ты еще бы пожил Хотя бы там пару лет Поэтому мне это непонятно Все равно Каждый человек через себя Все пропускает Любую вообще Историю, ситуацию Я не понимаю Нет, мне кажется Живуты жить Пока я живешь А вы умеете прощать? Прощать умею Я не злопамятую Просто Как это? Память хорошая Да, злая и память хорошая Нет, прощать умею Я не злюсь ни на кого Там, как вот я считаю Кто-то ко мне Нехорошо поступил Со мной Там как-то Или предательски Я человеку не желаю зла Все равно И я понимаю Что при встрече Я, может быть Не буду с ним близка Опять так же Но я всем подам руку И скажу Не то, что руку Но там поприветствую Пообщаемся Может где-то Если он ко мне сам обратится Но уже общения Как прежде Такого уже не будет Я считаю Что это, наверное Своего рода прощение Вам знакома зависть? Ну, немножко знакома В каком разрезе? Я стараюсь от этого избавляться Потому что я понимаю Что, наверное, знаю даже Что зависть Она очень плохо влияет На внешность И на здоровье И вообще на все Это как яд какой-то Желочь Когда-то отравляет Ну, я завидую Там, не знаю Ну, я тоже завидую Как бы Даже на белой зависть Больше То есть я завидую Не зло Типа, гад Такой, что Пусть от этого не было А так, ну, как Смотрю на человека Думаю, блин Вот мне бы так же было Ну, не знаю Может, это не зависть, конечно Но мне кажется Это зависть Там, не знаю Кто, когда человек Там высокий Красивый Там с такой фигурой Красивый Не то, чтобы я смотрю Гадина какая Там такая фигуристая А я смотрю Блин Была бы я такая же Вот говорят Что если человек Идентифицирует Что вот я завидую И что, наверное Это не очень хорошо Это не завистник Он критично относится к себе То есть какая-то Залетная мысль залетела А вот когда человек Реально не понимает Что он завидует А он начинает Какие-то черные мысли питать Чтобы тому Кому он завидует Хуже стало Вот это и есть Та самая зависть Нет, такой зависти Никогда у меня не было Точно могу сказать А вам завидовали Вы чувствовали на себе? Я думаю, что да Как это происходило? Ну, даже вот там Некоторые мои знакомые При общении Я вижу, что там Какой-то предмет А потом какой-то такой Через какой-то момент Улыбка не такая вот Открытая И как-то считает Немножко такой С какой-то ужинкой И я понимаю, что Что-то происходит в жизни Что-то человека задевает Ну, вот Может быть, не знаю Я не считаю Там всякие-то богатые Очень обеспеченным человеком Но Кто-то Кстати, даже себе богатых Знаете Чем богаче Почему у нас многие Мне кажется Олигархи погорели Потому что Помимо денег Хочется еще Какой-то власти Значимости У тебя вроде деньги есть А тебя никто не знает И обидно Поэтому вот Можете Можете автограф Вот как вы ставите Показать Я хочу, чтобы вы написали Фамилию, имя, отчество И автограф Мне везет на людей С большим упрямством Вы человек Лишь с виду Мягкий Человек вы Редкостного Редкостного Упрямства Есть такое Сдвинуть вас Просто Импосибл Просто импосибл Как Импосибле Как угодно То есть Невозможно Вы можете Там это То Улыбаться Да-да То есть Отказ через да Это ваша форма отказа Да-да-да И слилась Так и есть То есть вы Вы скальзываете Живете вы с размахом И эмоциональным То есть раскачка существует большая И конечно Здесь я не объективно Я уже знаю Что вы немножко транжира То есть вы не оцениваете Вы берете тот кусочек Который вам не переварить Ну да Вы иногда Хватайте Как знаете Вот иногда Орел такой он хлоп Рыбку поднял Когтями вцепился Эта рыба такая огромная Но не потянет И она его на дно Может уволочить Он не отпускает И уже с ужасом То есть ему говорят Отцепись Иначе там Уже он в воде по горло Уже тогда он Ладно-ладно Но опять Опять видит Опять вниз падает Есть такой да У вас дома уютно Но вы большого значения Этому не придаете То есть ваш уют спонтанный Это не то Что вы там плели Так это поставить сюда А это здесь А вот здесь вот Надо вот это Продумать А тут вот столик Здесь лампа Такого нет Дома хаос Это точно абсолютно Дома хаос Мне про кучки можете Не рассказывать Дома я у вас не была Но там хаос И в этом хаосе Вы чудесно ориентируетесь Внешне вы достаточно Гибкий человек Хотя вы прете на пролом С виду не скажешь Но вы прете Но вы конгруентны То есть вы Ну не будем там Это задевать Это зачем Вот это Обижать так особо Вы если скажете что-то там Даже не со зла так Чисто даже не придав значения Человек может там Накрутить Обидеться Но вы не вкладывали Это иногда подводит Вот это прямота Подчиняться вы не умеете Это все сказки Для белого бычка Это Ганс Христиан Андерсон Там я не знаю Оль Лукоя Подчиняться Вы не можете Вы можете сказки Рассказывать Что это вот там Шея, голова Вот эти все расклады Но это не так Но в общем-то да Это не так Будет только по-вашему И никак по-другому И внешне Вы обязательно скажете Спасибо за то Что ты принял решение Ну понятно Что это решение Вы сформировали У вас не очень сильно Развиты страхи Я уже сказал Что вы пофигистка Есть Ну не такие контролирующие страхи Как вот Есть люди У которых сидят Там вот эти страхи За детей Там за имущество Там за стабильность За положение в стране Будет ли работа Этого нет Вообще будет день Будет пища То есть вы Человек Легко воспринимающий Ну будет проблема Будем приспосабливаться Решать будем По мере накопления проблем К сожалению Вы иногда Не фильтруете людей И вы допускаете Иногда в ближний круг Тех, кого не нужно И потом Просто на тебе Привет семье То есть вы огребаете И огребаете Вы нормально И вам потом Ну вот вам же Я же тебе говорил Или я же тебе А вы как бы Ну да Ну говорил Пока вы сами Не увидите И не убедитесь И руками не попробуете И вас саму лично Не вырвет На это все Вы выводы не делаете И вот когда уже Вас вырвало Ну ладно Тогда я с этим человеком Не буду Но других опять Вы снова и снова Одни и те же уроки Они постоянно повторяются И повторяющийся сценарий Происходит Да, все правильно Вы очень много Получили любви К счастью В детстве И в жизни То есть недостатка В любви не было Не то что даже Восхищение Обожание А именно Любовь как забота Любовь как теплота Любовь как милосердие Любовь как личное Персональное внимание Присутствовало И не знаю Как много внимания Уделял отец Но вы человек Который вырос Исключительно На женском воспитании Большую часть души Внимания Времени Старания Общения Уделяла мама Отец Либо присутствовал Где-то там На периферии В мыслях Как человек Который обеспечивает Зарабатывает Решает Но в персональном Общении Он практически Отсутствовал Это я делаю вывод Не потому что Он там в погонах А просто Нет, все правильно Так и было Хотя Несмотря на то Что он уже не служил В тот момент Когда я родилась Ну там где-то Они на горизонах Уже не было Но все равно Так и есть А почему здесь Звезда Когда она появилась А сам начал Когда придумал Всякий автограф Я вот решила Будет звезда Ну вот моменты Украшательства Когда вот Пушкин Например в подписи Мог нарисовать Летящую бегущую лошадь Он очень хорошо рисовал Это говорит А на самом деле Достаточно большой Креативности Элементы нестандартного В подписи Вносят люди Нечасто Есть черта Которая называется Но я вам покажу То есть Если вас заело Реально Можете дать полбу Как вы это сделаете Не знаю Но вы именно Сделайте так Чтоб человек понял Чтоб до него дошло Вам именно важен Момент Доказать И самоутвердиться Что я была права Ну да Есть такое? Все правильно Любите крышевать При том что Вот это вот Внешняя мягкость И так далее Но вы любите крышевать Но можете крышевать А когда Я вот понимаю Что у меня под контролем Все Вы фанатично упорно Вы прогрызете В скале Если вам надо Вы продолбите Туда Тоннель Подчиниться Вы можете в одном случае Но это так Теоретически Пока у вас Такое еще не наступало Когда вы точно Видите явное превосходство Полный абсолютный Профессионализм С большим отрывом от вас Вы немножко Можете прислушаться Но это ненадолго Как только вы наберете Понимание и обороты Вы скажете Большое спасибо Дальше я сама А в каких ситуациях У вас проявляется жадность? Вам знакомо Это чувство жадности? Прямо вот жадность Наверное нет Нет Ну нам жадность Всем свойственна В той или иной мере Вы же говорите Мы все животные Мы можем нахапать Например там еды Которую не съедим Мы можем набрать вещей Которую не будем носить Но наверное Если так подходить То наверное я как хомячок Я вот те же туфли Без обид, да? Признаки жадности налицо Ну это как вот такая Жадность такая Как бы определенная То есть я не жадничаю Вот в чем она Вот в чем я хочу понять Ну например я могу Потратить деньги на туфть Тоже скажут Другой стране Жадные он не будет тратить деньги А я потому что мне туфлями нравится И мне это должно быть мое Если мне понравилось Все вот Даже не надо Но я хочу Да хотя нельзя Не надо вообще Я уже сама С собой шутил Я говорю ну конечно Носить то нечего Поэтому на срочно купить Я могу взять долг влезть Но вот именно что Вот допустим Эти туфли были у меня Вот это мое все Я вот выполнила все Потом буду расплачиваться Месяц Но это уже не важно А вы в детстве могли Выпросить какую-то вещь Вам понравилось? Нет Я Ну или думали Хотели И потом себе такую же Вот как у вас? Ну я мечтала О каких-то вещах Тем более у меня детство Такое как у всех Советских детей было Ничего не купить Ничего не достать В магазинах Еще особенно нет И конечно наверное Вот может оттуда Это не знаю Какой-то У вас еще знаете Есть такая редкая черта Удивительная Вы очень бодро Начинаете И потом чуть-чуть К концу стухаете Инициативу Энергию теряете К концу какого-то дела Но вы все равно Себе заставляете Довести до конца И у вас еще есть Очень интересное Вы можете Обладаете Наклонностью Каскадно Многократно Добивать Того Кого считаете Вот Не буду говорить Там Недоброжелателем Врагом Скорее даже Идеологическим соперникам Вам недостаточно Один раз Сказать Что вот так А вот вы будете Добивать Вот вы прям будете Добивать Добивать Еще раз напомнить Чтобы все Никаких сомнений Добить Прям вот Капель Есть у вас такое Но может быть не добить А когда человек Вот не прав Например Да я могу сказать Раз Он все понял А я скажу Нет подожди Ты не до конца Понял Вот да Вот признать Дожать Дожать Признать И чтобы он уже там В пепле Идеальностью Каждый раз Смотрите Вы говорите Ой это знаете Вот я действительно Был не прав Она была права Это вообще Вот это Нужно результат А если верить То что пожелания Сбываются Вот что бы вы пожелали Сами себе Стать счастливой Ну вы же сейчас Самое лучшее время Проживаете Ну какие-то Да я понимаю Но все равно Любимые дети Понимание Взять Ну чтобы дети Добились того О чем не мечтают Любовь Творчество Живете в лучшем городе В любимом Что еще Что Ну все равно Как Я не знаю Мне кажется Что абсолютно счастлива Может быть только дурачок То есть Не хотите абсолютного счастья Ну как-то Ну я понимаю Что абсолютного счастья Быть в принципе не может Но хочешь чтобы Все-таки в жизни Превалировало Какое-то такое Положительное Какие-то моменты И события Чтобы какая-то была стабильность У артистов В принципе У артистов В наше время Стабильности не может быть Стабильности Ни у кого нет Это иллюзия Хочется стабильности Очень хочется Благополучие Чтобы это было Очень стабильным Я так завидую Всяким людям Богатым Которые банкиры Не знаю Я не понимаю Как люди Законятые деньги И откуда они В общем могут Мне когда рассказывают Там историю Когда человек Мешками приносил Деньги домой А как это делается Я не понимаю Ну как бы Это шучу конечно Дело даже тут не в этом И если пожелать Ну здоровье Наверное в первую очередь Пускай здоровье будет И чтобы я никогда Не чувствовала Свой организм Нигде там Нигде ничего То есть пока ты не чувствуешь Не знаю где какой орган Находится Ты здоров Вот чтобы вот так было А вы когда не чувствовали себя Абсолютно несчастны Чтобы вы плакали Не на сцене Когда красиво течет слеза А так что Ну обрушилось небо Просто ну все Ну просто вот предел Какой-то Вот ощущение Какой-то несправедливости Боли Было так Нет ну во-первых Ну как бы все говорить Наверное когда родители Уходили в жизни Обрыв такой Да да Это вообще просто Ну тут я не знаю Тут как ты жил-жил И бац И все И у тебя Был говорят все А теперь небо Землей вот так перевернулись И как там дальше Непонятно Не с головой находиться Или еще как-то Ну бывали конечно моменты Такого прям обиды Какой-то От несправедливости И вообще В принципе заплакать Вот от боли Я честно говоря Не помню Что я плакала А от несправедливости Какой-то Очень часто Но потом я сейчас Припасла к выводу Что человек плачет Когда жалеет себя И то что там Я сейчас плачу Там вспоминаю О родителях Об их уходе Я даже наверное Не их Ну как бы Как правильно сказать Не их жалею А мне себя жалко Что они меня оставили В этом мире Ну иногда Почему бы себя И не пожалеть Ну в принципе да Тем более что я стараюсь Это делать Не на камеру Как бы это ни странно Звучало Поотносительно меня Я вообще не люблю Когда у меня слезы Выходят так вот В разговоре Я ненавижу просто себя Ну вот если бы Точно знали Что правда Что как знаете В этих фильмах Осталось жить полгода Осталось жить месяц Вот вы реально понимаете Что Да Один месяц Вот Вы как-то Изменили бы образ жизни Или нет Что бы вы это делали месяц Так же жили бы Как раньше Да так бы жила Нет Если бы она знала точно Я бы наверное Как-то постаралась Какие-то дела Все свои там подбить Не знаю О детях подумать Там из-за близких Чтобы как-то их Ну как-то обезопасить Не знаю Максимально комфортно Как бы Дальнейших Жизни Устроить Но вообще В принципе Не знаю Нет Ничего бы не поменяла Я запомню Там Даже не хочу Говорить об этом Весьмур Может быть не для камеры Короче у меня Бывший муж Второй который У него там Какое-то подозрение Было что там Что-то инфаркт Хотя я бы близко У него факт Не было Придумал Ну я тут врачом Волголечище И он сам себе Я думаю Придумал Там всем Свою подружку Сказал что Всего у него Там два инфаркта И он такой Ну если Если мне скажут Мне месяц остался Я так оторвусь Это мне смотрю То есть И все равно Что у тебя Ребенок маленький Я прощаю Вообще не говорю Ты оторвешь То есть Это месяц Ты проживешь Там Нюхая Бухая Не знаю Там Выходя По всяким Этим самым Женщинам Низкой Социальной Ответственности Вот Ну то есть Вот как бы Вот такого У меня точно Не будет Никогда Я никогда Не буду Ну я оторвусь Так чтобы А зачем Для чего То есть Я буду думать О том Как после моего ухода Будут жить близкие Близкие мои И в принципе То что я Сейчас стараюсь Как-то Не знаю Обеспечить жизнь Там Не знаю Ну не максимально Наверное Комфортную Но По возможности Так Покомфортнее Наверное Для своих детей Это Наверное Ради этого Я и живу Собственно говоря Я очень благодарна Вам за эту встречу Спасибо Мне очень приятно Была общаться С вами Спасибо 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 Спасибо